Позитивное мышление лишило людей многих возможностей. Ум прокладывает путь, но никогда не приводит к цели. Вам все равно придется идти. Придавать мыслям настолько большое значение – это очень нездоровый подход к жизни. Это зажжет вас ненадолго, но не станет абсолютным решением в жизни. Позитивное мышление лишило людей многих возможностей. На что похоже позитивное мышление? Есть стихотворение одного позитивного мыслителя. Малая птаха с небес как-то раз облегчилось мне прямо в глаз. Но мне неплохо и непротивно. Мыслю я всегда позитивно. Бога хвалю за любовь и заботу, что не способны коровы к полету. Я бы хотел, чтобы коровы научились летать и садились на головы этих людей. Потому что... Если вы не готовы воспринимать жизнь такой, какая она есть, вы не сможете сделать ни шагу вперед. Не так ли? Если вы не готовы видеть жизнь такой, какая она есть, вы ничего не сможете с ней сделать. Вы можете только создавать забавные мысли для собственного развлечения. Но это вас ни к чему не приведет. Если нас заботит эта жизнь, то очень важно быть искренними в отношении того, где мы находимся на самом деле. Только тогда мы сможем отправиться в путь. Если вы просто морочите себе голову верой в то, что все в порядке, что все замечательно, вы должны понимать, ум способен только прокладывать путь. Это не может стать путешествием. Прямо сейчас, куда вы хотите попасть? Вы хотите отправиться в место своей мечты, где бы оно ни было. Единственный способ попасть туда, это сначала подумать, я хочу туда. Как именно это сделать? Самолет, расходы, одно другое. Ум прокладывает путь, но никогда не доставит вас куда-либо. Все равно придется идти, не так ли? Если вы сидите и думаете о Боге, о рае, о духовности, о просветлении, хорошо, это проложит путь, но это не имеет значения. Даже если вы проложили скоростную магистраль, все равно по ней придется ехать. У вас может быть лучшая магистраль, но вы не отправились в путь, вы не совершили путешествия, на этом все. Если по ней никто не поедет, эта магистраль бесполезна. Поэтому вам нужно понять, что то, что делает ваш ум, это не реальность. Он лишь задает направление, но вам все равно нужно пройти дистанцию. Садгуру, однажды вы сказали, что позитивное мышление имеет психологическое, но не экзистенциальное значение. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее? Видите ли, в этих культурах вы определенно придаете слишком большое значение своему мыслительному процессу. Кажется, философы эпохи Возрождения говорили «Я мыслю, следовательно, я существую». Вот насколько большое значение вы придаёте мысли. Но скажите мне, исходя из своего здравого смысла, что является правдой? Вы думаете, потому что существуете? Или существуете, потому что думаете? Вы существуете и поэтому думаете. Не так ли? Поскольку вы не знаете жизнь иначе, чем через мышление, вы придали ему первостепенное значение. Для меня мысли не существуют. Если я просто сяду, то буду сидеть без единой мысли в голове. Значит ли это, что меня не существует? Я существую, это совершенно точно. Я существую настолько мощно, что для меня мысль – это незначительное событие. Моя мысль – это незначительное событие в моей жизни. Я могу думать. Не то чтобы я не способен на это. Я могу думать. Но всё равно это очень незначительное событие, потому что моё существование намного-намного больше моих мыслей. Люди пытаются сделать свои мысли гораздо значительнее своего существования. Придавать мыслям такое большое значение – очень нездоровый подход к жизни. Поначалу это вызовет восторг, потому что с помощью мысли вы можете кое-что создать. Если вы сгенерируете мощную мысль, вы сможете чего-то добиться. Сможете получить какую-то власть над людьми и ситуациями. Это зажжёт вас ненадолго, но не станет абсолютным решением в жизни. Вы можете быть эффективны в мире, но внутри себя оставаться в полном беспорядке. Тогда какой смысл? Вы хотите хорошо выглядеть в глазах десяти человек? Это не изменит ваши переживания жизни. Сидеть здесь и пребывать в абсолютном блаженстве – вот что меняет ваше восприятие жизни. Почему вам так важно мнение окружающих? Или почему так важно, что вы думаете о себе? Что бы вы ни думали о себе? Что бы весь мир ни думал о вас? Ваши мысли не имеют экзистенциального значения. Они имеют только психологическое значение. Может быть, социальное значение, но не экзистенциальное. Говоря о духовном процессе, мы имеем в виду экзистенциальное, а не психологическое или социальное измерение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok